Илья Викторович, у меня к вам будет вопрос. Как вы считаете, играет ли какую-то роль в нейробластоме ее микроокружение или воздействие нейробластомы на Т и Б клетки? И то, что вы говорили про неволмап, возможно ли применение других каких-то препаратов, которые таким же образом могут повлиять, в том числе, например, ленолидомид, который используется, например, для индукции ответа лимфомы на терапию? Спасибо большое за вопрос. Вероятно, да, играет. И играет именно в контексте комбинированной иммунотерапии. С тем же неволумапом гораздо более перспективными видятся исследования в комбинированной иммунотерапии, если мы будем использовать НСИЛАК-ДЖД-2 и неволумап. То есть на попытке нейробластом создать иммуносокрессивное окружение мы пытаемся это иммуносокрессивное окружение подавить, потому что пока такие работы есть на стадии доклиники, они, да, доклинические работы довольно-таки убедительны, и, наверное, в клинике мы тоже какие-то эффекты увидим. Поэтому вот здесь какие-то комбинации разных агентов будут, мне кажется, очень уместны. Я просто немножко дополню ваш ответ. Дело в том, что мы все знаем, что нейробластомы и другие солидные опухоли у детей – это все-таки холодные опухоли, и у них очень низка иммунореактивность и очень низкий иммуноответ. И мы знаем, что микроокружение – это все-таки клетки в фазе истощения, то есть экспортирующие ПДЛ и ПДЛ. И на сегодняшний день, наверное, это все-таки мы оптимистически смотрим по поводу использования чекпоинт-ингибиторов. На сегодняшний день, мне кажется, единственное, нужно решить, когда их начать использовать. Дело в том, что для того, чтобы научить иммунную систему работать против опухоли, то есть создать этот именно противоопухолевый иммунитет, необходимо 3-4 месяца. И вот, может быть, наши немецкие коллеги более правы, когда начинают в первой линии уже моноклональные антитела, анти-GD2 антитела. Может быть, надо добавлять ПДЛ? Это, конечно же, вопросы многочисленные для дискуссии. Большое спасибо за комментарий, совершенно согласен. То есть, например, если рассматривать контекст трансплантации, когда мы пересаживаем кир несовместимые НК-клетки, то не имеет смысла добавлять в первые несколько месяцев агенты. Чукпоинт – это 3-4 месяца после трансплантации, когда ниже опасность РТПХ, и есть шанс на то, что будет какой-то эффект уже при развившемся иммуноокружении. Мне кажется, то же самое работает при динтоксимабе. Динтоксимаб – несколько первых курсов, и, возможно, потом добавление гибитеров чукпоинта. Да, я согласна. Возможно, это касается активной иммунотерапии, именно ДК-вакцинации из этих методов. И вот в этой связи я хочу просто пригласить, завтра проанонсировать мероприятие. Завтра состоится целая секция с 9 часов по иммунотерапии. И в конце рабочего дня, в конце заседаний будет детская секция по иммунотерапии. Приглашаю всех. Спасибо. Большое спасибо. Владимир Семенович, пожалуйста. Я прошу прощения, некоторые доклады вынуждены пропустил, но на самом деле я хотел вернуться к вопросу о чекпоинт-ингибиторах. Я думаю, что оптимизм от их использования, по крайней мере, в виде монотерапии у пациентов с педиатрическими опухолями достаточно завышен, учитывая то, что, например, при многих опухолях уже опубликованы результаты, например, при костных саркомах, когда не отмечено объективных ответов. Это же касается пока неопубликованных данных о исследованиях пембролизума у пациентов с нейробластомой, когда объективных ответов отмечено не было. Другой вопрос заключается, и Илья Викторович абсолютно прав, в том, что, возможно, комбинированные подходы могут быть использованы, и есть предварительные данные, в частности, группы профессоров Лоды о синергизме генотоксимаба-бета и неволумаба, но важным является то, что, как, словно Александр подчеркнул, это холодные опухоли, и в настоящее время будет проводиться исследование МиниВЭН совместно между клиниками в Великобритании, Германии и США, как раз направленное на использование МАБГ-терапии в качестве метода праймирования иммунной системы за счет облучения, в общем-то, всех зон метастатического поражения, и, по-видимому, это может способствовать освобождению неоантигенов с последующим использованием неволумаба и динутоксимаба-бета у этих пациентов, но пока говорить о их эффективности, наверное, достаточно рано, пока не будут проведены проспективные клинические исследования на достаточно больших кагуртах. Большое спасибо за комментарии. Действительно, я хотел обратить внимание на то, что пациенты, у которых у нас были ответы, это особенные пациенты. Раз. Там действительно была лучевая терапия, затем ингибиторы иммуноконтрольных точек, или сочетание иммунотерапии, трансплантация, GT2, иммуноконтрольные точки. То есть там были какие-то определенные факторы. Плюс, вероятнее всего, для нейробластома это очень специфическая группа пациентов старшего возраста с определенной биологической особенностью. Для Викторовича я правильно поняла, вы показывали клинический случай, первый пациент, там прошло дозревание опухоли, да, вы написали гистологию повторной, дифференцировка, это уже гандлённая рома? Там гетерогенная опухоль с большими участками дифференцировки, но остаточными. Участками не дифференцированной нейробластомы. Ну, то есть это было частично там гандлённая рома, гандлённая рома. Уважаемые коллеги, еще вопросы? Да, Дмитрий Городович, пожалуйста. Спасибо. Я хотел поздравить Александра Константиновича с уникальным, можно сказать, опытом. Тут же родилась масса вопросов, само собой. Александр Константинович, скажите, пожалуйста, 10 таких наблюдений? По нейробластоме, да, 10. По нейробластоме 10. А у вас существуют какие-то критерии включения или критерии исключения, кому вы не делаете таких операций? Ну, я уже сказал, да, что не я определяю показания, да, то есть я не педиатр, и мне здесь гораздо проще. А если говорить о технических возможностях, то, еще раз говорю, что вот, ну, их практически, наверное, они не ограничены, они соответствуют открытой оперативной технике, поэтому... Ну, вот скажите, вы показали, ну, если я, к сожалению, не с самого начала опоздал в начале, вы показывали чревный ствол, его ветви, видел почные сосуды, а верхняя брыжеечная, когда это все один пельмень, такие тоже... Ну, вот конкретный пример, где именно так и было, где полностью все и чревные стволы, и брыжеечная, и почные сосуды были в едином конгломерате, который мы, в общем-то, разбирали и выделяли каждый степот. Ну, здорово, у меня нет слов. Скажите, а осложнения? Ну, вот я говорил, мы осложнения даже меня поправили, потому что, опять же, вот я в такой роли, роли, как бы, робота, грубо говоря, да, у нас был один действительно выраженный парез, который потребовал ревизию, ревизия была лапароскопическая тоже, то есть мы ревизовали причину, то есть органических каких-то проблем мы не видели, ни кровотечения, ни перитонита, и, в общем-то, все действительно разрешено. Решилось консервативно. Никаких других у нас в этой серии осложнений не было. И еще я, вот, исходя из видеофрагмента, который вы показывали, там вид, по-моему, слева и сверху. Вы как ставите таракары? Или у вас просто камера слева стоит? Ну, мы ставим таракары привычно, как умеем, так и ставим, да. На самом деле, я тоже сейчас, да, я считаю, что постановка таракаров – это очень личное дело, да, то есть оно с опытом приходит, и все вот эти изображения в книжке, которых мы видим, вот надо ставить в этой точке с рисунками, там, с углами, и так далее, это полная ерунда, потому что она жизни-то не соответствует. Все больные разные, да, там, дети могут быть более, наверное, одинаковые, но взрослые, они бывают, там, 50 килограмм, а бывает, там, 70 или 60, да, и поэтому совершенно абсолютно разная анатомия. Плюс разные опухоли, они по-разному располагаются. В процессе опыта вы набираете то видение, как вам будет удобно, но на самом деле же в процессе вы уже приспосабливаете постановку таракаров под то, что вы там видите, поэтому не принципиально, как вы их ставите, а ставите так, как вы делаете, вот как привыкли вы точно. И последний вопрос, я прошу прощения, если злоупотребляю, самый маленький вес больного, которому вы делаете? 11 килограмм. 11 килограмм – это самый маленький, да? Ясно, спасибо. Ну, вот по поводу веса очень все-таки важно, вот я тоже в последнее время очень говорю, что мы, да, мы говорим о лапароскопии, говорим о малоинвазивной технике, но на самом деле очень важно, конечно, оборудование и техническое оснащение. Можно делать и на плохом оборудовании, но это, конечно, не та история. Вот мы сегодня специально делали мастер-класс по цистоктомии, ну, не специально, а цистоктомии, я специально прервался и показал, как оборудована операционная. Не стояла 3D-стойка современная, там фирма «Олимпус» сегодня была, да, то есть вот 3D, там, говорят, спорят, нужно, не нужно, вот, стояла стойка там для ICG, стояла там Дербит, стояла целая елка различных вариантов энергии, вот, и огромные возможности расходного материала, да, и все это должно быть. Для детей должны быть трехмиллиметровые тракары, они должны быть, то есть это необходимо вам, и многие технические вещи, которые нужны, они помогают решать. Поэтому техническое оснащение очень важное, оно должно быть, и понятно, чем у вас оно шире, тем у вас больше возможностей, тем вы будете меньше вес брать. Само собой. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, еще у кого-то есть вопросы? Можно я задам вопрос? Да, вы тоже. Большое спасибо. Если можно, первый вопрос к Марине Владимировне. Марина Владимировна, вы упоминали степень санации костного мозга, просто вот сегодня значительная часть первой, первая часть дня была посвящена изменению минимально-остаточной болезни, цитометрии. Вот именно степень санации, как вы ее измеряете в цифрах? Цитологические проточные цитометрии, иммунные цитометрии. А при поточной цитометрии вы какие используете? Я вот вам сейчас не отвечу на этот вопрос, честно говоря, потому что, в общем-то, в последнее время у нас в лаборатории, к сожалению, по техническим проблемам менялись, всякие зонды, показатели и так далее, и нам только давали ответы, я вот затрудняюсь ответить на этот вопрос сейчас. Спасибо, просто у нас тоже некоторое время были проблемы с разными маркерами, как вариант минимум мы использовали 45 минус 56 плюс, в принципе, это уже было относительно адекватно при попытке оценить количество. У нас вот это меняется практически от закупки к закупке, потому что финансирование идет только через фонды, поэтому мы только получаем ответ, но, к сожалению, я не готова сейчас сказать конкретно, у всех ли этих пациентов одинаковые использовались ли маркеры. Большое спасибо. Если можно еще Антону Юрьевичу спросить, вот эта аллогенная трансплантация, которая прозвучала, это единственная аллогенная трансплантация или у вас их много? А сколько? А сколько? И в каких случаях вы их выполняете? Всего было проведено 2 аллогенной трансплантации. Один пациент с рефракторной нейробластомой, у него был очень хороший ответ, то есть редукция больше 90% опухоли. К сожалению, у пациента развилась РТПХ третьей степени с поражением кожи, кишечника, которое потом плавно перенесло в хроническую РТПХ, и пациент, к сожалению, умер от повреждений толстой кишки. Вот вторая пациентка наша, это более успешный опыт, у этой пациентки не сонировался костный мозг. По данным гистологического анализа, то есть мы постоянно повторяем трепан-биопсию, каждый раз мы выявляем скопление клеток нейробластомы. Ей провели несколько индукционных курсов N8, и после этого было выполнено кондиционирование флюберобин-мелфалан с использованием для профилактики реакции трансплантат против хозяина посттрансплантационного цикла фосфана с добавлением аботоцепта. И после этого на 60-й день мы начали ей вводить уже антитела, иммунотерапию проводить. А на момент трансплантации костный мозг был сонирован или сохранялось поражение? Сохранялось поражение. Сохранялось. У нас крайне отрицательный опыт в этом плане, видимо, антитела здесь играли решающую роль. Да, я помню, у вас же доклад, Илья Викторович, еще по прошлым сессиям, и вы говорили, что если не сонируется костный мозг, это большая проблема. Но, судя по всему, у нас какая-то постигла определенная удача. Но она продолжает получать иммунотерапию и костный мозг сонирован. Просто никаких других проявлений нейробластомы у ребенка не было, кроме костного мозга. Просто и по немецким данным профессора Ланга, до появления динотоксимаба отсутствие сонации костного мозга было совершенно фатальным фактором. Вероятно, здесь иммунотерапия играет решающую роль. Если можно, последний, самый последний вопрос. Светлана Вячеславовна. Я понимаю, что в условиях реальной жизни количество курсов динотоксимаба варьирует в зависимости от наших возможностей. Но вот если бы мы жили в идеальном мире, где бы видели вы место динотоксимаба? Когда его начинать после аутотрансплантации? Сколько проводить курсов? Если его проводить, опять-таки, после аутотрансплантации, сколько? Когда? Наши коллеги рекомендуют 5 курсов минимум иммунотерапии. Я думаю, это минимум, который просто необходим. 5 курсов. Наверное, учитывая, что это контроль минимальной остаточной болезни, сейчас, когда мы имеем возможность смотреть минимальную остаточную болезнь, может быть, мы можем контролировать введение динотоксимаба еще и подтверждением сохраняющейся полной ремиссии, наверное, можно пролонгировать введение динотоксимаба. Переносится он прекрасно. Когда начинать, как минимум, через 35 лет дней после аутотрансплантации периферических стволовых клеток, мы совершенно спокойно можем начать первый курс. Несомненно, затягивать нет смысла. И вот мы имеем опыт негативный, собственно говоря, когда вообще нарушен тайминг у ребенка весь. И это, к сожалению, привело к тому результату, что динотоксимаб уже просто не успел сработать. Ему действительно нужно время для того, чтобы развился хороший иммунный ответ в опухоли. Для этого тоже нужно время. Поэтому это точно совершенно должно быть достаточно быстро. Конечно, преимущество получают те дети, у которых достигается очень хороший ответ на индукцию ремиссии. Очень хороший ответ или полная ремиссия. Это подтверждают и наши коллеги, и американцы, и европейцы. И все те неудачи, большинство тех неудач, которые обсуждают они, это те дети, которым назначался динотоксимаб не в ремиссии заболевания. Наверное, не очень хороший вариант применения этого препарата у детей прогрессирующих. Однако сейчас идут работы, когда динотоксимаб используется при прогрессии в комбинации с топотеканом и топозоламидом. И, в общем-то, получены достаточно неплохие результаты. И еще та работа, о которой Денис Юрьевич упоминал, это работа профессора Лода. Это, в общем-то, тоже вот в рамках той группы пациентов, 400 пациентов, о которых я говорила, вот рандомизации. Там была группа, у которых доказано преимущество применения динотоксимаба в комбинации с цитокинами у пациентов прогрессирующих. Тогда можно добиться у них ответа. А так, в общем-то, в режиме монотерапии, ну, с изотретинаином, конечно же, это должна быть хорошая стойкая ремиссия, достигнутая на этапах индукции и консолидации. Анастасия Вячеславовна, у меня такой вопрос. Вы не видите выраженную токсичность у пациентов при раннем начале иммунотерапии? В рамках протокола СИАПН они начинают на 90 дней. Мы на первых курсах ракутана видим выраженную токсичность. Я так понимаю, что вы комбинируете иммунотерапию с ракутаном. То есть у этих пациентов, даже начиная иммунотерапию на 30-й день, вы не видите более выраженной токсичности? Вы знаете, удивительно, что, может быть, мы подобрали хорошую сопроводительную терапию, может быть, мы как-то прочли протокол. Я не могу сказать, почему, но мы действительно не видим выраженной токсичности у этих детей. Она, применение динтоксимаба абсолютно переносимо. Гематологическая токсичность буквально первой-второй степени. Синдром утечки капилляров маловыраженный. Мы не проводим мобильные инфузии, естественно, на фоне введения антител. Очень хорошая переносимость. Что касается ракутана, мы начинаем его после первого курса. Мы все-таки дожидаемся, как он перенесет этот первый курс. И потом они получают ракутан уже дома амбулаторно. Кожная токсичность классическая, как у всех детей. То есть нарастания токсичности мы не видим. Спасибо большое, потому что мы видим достаточно выраженный болевой синдром, электролитные нарушения на ракутане. Потому что, во-первых, короткий срок трансплантации, плюс они получают сопутствующую терапию, антибактериальные противогрибковые средства. Поэтому у пациентов группы промежуточного риска, конечно, такого нет. Поэтому было интересно услышать ваш опыт. Нет, очень хорошо переносит. И ракутан очень хорошо переносит. И не могу сказать. Здесь ведь всего несколько детей. Может быть, следующий ребенок перенесет тяжело. Но будем надеяться, что все хорошо. Когда 400 детей и 8, естественно, статистика. Спасибо большое. Спасибо. Да, да. Это, да, да. Несомненно. Наверное, это действительно очень неудачно подобранный режим. И его и следует рекомендовать в клиниках, на мой взгляд. Конечно, когда это 25 миллиграмм за 8 часов, ну, будет, наверное, болеть все, на мой взгляд. Спасибо. Еще есть вопросы, коллеги? Вопросов нет. Кто-то хочет выступить? Родительские организации? Хотелось бы услышать ваше мнение о сессии. Такая была очень сложная программа. Если честно, думаю, что к концу никого не останется. Ну, мы-то всегда до конца сидим. Здравствуйте, уважаемые доктора. Я представляю пациентскую организацию по нейропластоме, фонд Энби. Мы стараемся посещать все конференции. Радует укрупненно так два момента. Ну, во-первых, то, что таких конференций становится все больше. Мы видим диалог. Диалог разных центров, разных научных течений, назовем так. И даже разных государств. И вот, как правильно Инна Талина сказала, тут за счет массовости можно каких-то более быстрых результатов достигнуть. Потому что чем больше пациентов, тем больше статистики. Ну, как бы мы это, родители, тоже понимаем. И второе – это то, что вот есть какие-то результаты у нас в стране, которыми можно делиться. То есть это не просто применение западного опыта. Это какие-то свои наработки. И сейчас уже так очень внятно идет разговор об иммунотерапии. Мы ведем группу для родителей в социальных сетях уже несколько лет. И если еще пару лет назад у нас были в основном те, кто в группе наблюдения обсуждали какие-то вопросы в ремиссии, как быть с прививками, как там сопли лечить, то сейчас у нас все больше постов, все больше родителей. Активно обсуждается иммунотерапия. А где вы делаете? А вы где? А у вас как проходит? Ну, то есть это все уже похоже на какие-то, ну, не знаю, настоящие обсуждения, которые мы несколько лет назад видели в американских, в британских группах. Я сама человек не оптимист, но реалист. То есть я не вижу прям какого-то суперсветлого будущего. Но в то же время я и не считаю, что нужно говорить, что все плохо. Я вижу, что у нас в стране есть какие-то подвижки. И небольшими шагами мы должны двигаться, не думая о плохом, иначе руки будут опускаться. Мы, родители, точно так же смотрим на это. Стараемся со своей стороны что-то делать, пользуясь случаем. Вот анонсирую для всех скорый, я надеюсь, скорый выпуск брошюры по нейробластоме, в котором поучаствовало большое количество врачей, федеральных центров. Сейчас уже эта брошюра верстки готовится к печати, мы будем ее распространять. И спасибо, что приглашаете и пускаете нас на такие конференции. Несколько представителей нашей организации сегодня были на этой конференции бесплатно, нам предоставили такую квоту. Спасибо, было интересно. Мы сделаем обзор, мы всегда делаем обзор всех научных сессий. Спасибо вам за взаимодействие и трансляцию нашего опыта для родительской аудитории. Стана Александровна, вы хотите завершить сессию? Я хотела бы просто поблагодарить. Действительно оказалась достаточно интересная сессия. Много народу, как сказала Татьяна Викторовна. Это для нас не первый опыт проведения данной сессии, но первый опыт работы достаточно в такой массовой аудитории с такими достаточно серьезными вопросами. На самом деле очень интересные доклады. Я думаю, что будет интересно всем. Эти доклады касались практически всех аспектов лечения нейробластомы, диагностики нейробластомы. И, в принципе, на сегодняшний день мне как организатору... Просто я очень благодарна, что все приехали, все пришли. Спасибо вам большое. И, опять же, пользуясь случаем, хочу анонсировать еще одну секцию, которая состоится завтра, и она будет посвящена организации медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и лечению солидных опухолей. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. До встречи. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.